Всем привет! Одна из самых популярных рублик про бабло на нашем канале и у меня в гостях известный всем Анар Бабаев, он же Бабайкин, он же канал на Пенсию 35, ссылка на его телегу в описании ролика. Анар, привет! Сереж, привет! Зрители, слушатели, здравствуйте! И мы сегодня будем говорить на тему «Не строй свой дом в 2023 году», потому что эта тема, она ободораживает всех-всех-всех. Все хотят смотреть видео про домики, смотрибельность каналов, где что-то строят своими руками, домик какой-нибудь, она набирает такое количество, что по сравнению с ними мы жалкие, жалкие бедолаги, у нас нет вообще просмотров вообще, поставьте нам поэтому лайки и так далее. Итак, мысль у меня такая, почему не надо строить дом в 2023 году, потому что на мой взгляд ситуация заключается в том, что сейчас тренды поменяются, достаточно большое количество компаний, которые это делают достаточно качественно. Второе, при попытке строить свой дом человек неминуемо начинает вкатываться в творчество, правда? Что ты скажешь по этому поводу? Ну, я смеюсь, опять вспоминаю свою историю, у меня там творчество такое было лет на пять, а потом еще одно творчество, чтобы от этого творчества избавиться. Да, подтверждаю, это творчество. То есть, вот ударить себя по рукам и себе сложную мысль, которую мы сформулируем к середине программы, давайте досматривать его до конца, то это достаточно будет непросто. Но давай вот второй вот такой вот вопрос, который я хотел спросить, это все-таки, зачем вообще люди лезут в свои дома? Ведь во многоквартирном доме жить зачастую лучше. Сереж, мое мнение, это опять биология, опять пещерный инстинкт, и ты вот буквально вчера мы беседовали, ты мне скидывал ролик про какого-то там выживальщика, потом про бункер, про еще что-то. Ты сам говорил, что ты залип на этом, и я тоже залип, я потом посмотрел десятка этих роликов на эту тему. Очень интересно, оторваться вообще невозможно. Почему? Потому что внутри нас сидит вот эта вот обезьяна, ящер, называйте как хотите, который нам говорит, свой угол, своя нора, своя пещера, своя еще. Поэтому эта тема, она на уровне вот еды и интимных вопросов, она где-то вот на этом же уровне стоит, безопасность и прочее. Вот, но единственный момент, вот я ничего против природы-то не имею, но у меня вот тот же вопрос, что и у тебя, допустим, вот, хотим мы свой домик, нужен он нам, да? Вопрос у меня тот же, я тут с тобой согласен, зачем вообще строить? То есть, может быть, просто владеть этим домом, или даже не владеть, а в аренном жить. Вот зачем именно вот? Ну, давай я тебе скажу, в чем основная проблема, как я вижу, почему люди кидаются строить, потому что мы стоим на изломе трендов, трендов строительства в частном, в частном сегменте, в сегменте частных домов, по одной простой причине, что если мы с тобой говорим о строительстве, домов, то у нас была эпоха конца 90-х, начала 2000-х, когда наши граждане дорвались до того, что они, ооо, теперь можно частную собственность, теперь не домик вот этот вот ограниченный шестисотками одним этажом, теперь можно строить по два-три этажа, и начали строить всякое говнище, это по-другому не назовешь. И терема, вот мы сейчас тут на фотографиях вот, это при чем, ребят, я вот сейчас вот пооткрываю на фотографии, это все циан, просто вот открывайте и начинайте смотреть на это зодчество. И суть такая, что это огромные какие-то дома с бесполезным количеством площади, а самое главное, что очень важно, с низкой энергоэффективностью, потому что затраты на содержание таких домов, они достаточно большие. И тут приходит эпоха минимализма, скажем так, любви, хотя архитектурный минимализм достаточно дорогостоящая штука, но народ вдруг начинает прозревать, что дом 400 метров не нужен, 600 вообще никому не нужен, тысячу метров стоят вообще продать невозможно, даже богатым людям. Участок не нужен в 60 соток, люди говорят, да его замучаешься обрабатывать. И мы откатываемся в обратную эпоху, сейчас во многих жилых поселках коттеджных выкупают гектарные участки у наследников, бывают такие случаи, режут их на куски и строят маленькие домики. Вот можете зайти, например, это поселок Президент, он находится прямо около поселка Бунина, вот жилого комплекса Южная Бунина, вот там вот такая картина наблюдалась. То есть мы находимся на изломе эпохи. И теперь смотри, какая штука. Вот ты говоришь арендовать дом. Знаешь, я тут полез после нашей программы, посмотрите, что можно арендовать сейчас в Серебряном Бору. Есть у меня такая идея, фикс, переехать в Серебряный Бор. Это что? Нет, я не готов. Но они устарели. Понимаешь, что сейчас вот большая часть домов, они построены 10-15 лет назад, вот те, кто сдаются и так далее. И собственник в них уже даже не имеет возможности финансово вложиться. Поэтому с аренды домов я очень часто понимаю людей, арендовать нечего. Ты же тоже был зодчим. Расскажи нам, напомни про свой опыт. Ты же понимаешь, что вспомни тот дом, который вы строили. Сейчас мы картинку покажем с отцом. Нет, у меня была история, то есть у меня длинный путь, я его прошел. Опять этот путь продолжается. То есть сначала мы, это был где-то 2007 год, 2008 мы приобрели участок. Потом с отцом решили там строить. Отец там вложил что-то там миллион рублей, потом полтора или два. У него деньги закончились. Потом он приходит, говорит, сын, тут понадобится еще 5-7, может быть 10 миллионов. Нужна будет твоя помощь. Вот это, ребята, смотрите, заметьте, смотрите, 5-7, может быть 10. Это моя любимая тема вообще. 5-7, 10. Нет, начиналось все, говорит, добавь еще 2-3. А в итоге я туда вложил еще, наверное, миллионов 8, может быть 10 своих личных. Я тебя во сколько кормил? 7, 5, 4, 10, 12? Известный мем тиктоковский, вот он мне напоминает здесь. А сколько денег понадобится? Ну не знаю, пока мы начали уходить в бесконечность. Вот это мой самый главный аргумент. Ребята, когда вы начинаете заниматься самостроительством, всегда этим заканчивается. Еще самое главное, что у вас генеральным заказчиком выступает семья. То есть вот как вот у тебя генеральным заказчиком выступала семья, вот расскажи. Ну там целая история была. То есть заказчиков трое или четверо. То есть у тебя, вот это знаешь, как эти, простоквашины, кот Матроскин, там этот шарик и так далее. То есть у одного хвост ломит, хвост отваливается, лапы ломит и так далее. То есть сначала приходит отец, говорит, надо вот эти башенки, какие-то там эркеры, еще что-то там настроить. Все большое, два этажа, а может быть даже три, а подвал, а с размахом. А бильярд. А бильярдное там, еще что-то. Потом туда приходит, соответственно, мама и бабушка, у них свои пожелания, а баня, а вот это, а еще что-то. Потом туда приходят дети, говорят, а нам еще вот это надо, вот это, вот это. И получается такое вот ничто с безумными расходами. На самом деле это весело и интересно, чем всем этим заниматься. Одна проблема, когда ты потом смотришь на свой кошелек, а когда у тебя вся эта конструкция сжирает по 150-200 тысяч рублей в месяц, в сезон. Ты говоришь, ребята, что это за банкет, за мой счет, почему я должен оплачивать всю эту пьянку? Знаешь, почему в квартирах это проще? Я тебе объясню, потому что у любого застройщика есть свой набор планировал. Выбирай и все, вот и все. Вот интересно, как эта же семейка, которая приходит вот потом начинать заниматься вот этим фантазиями, вдруг неожиданно покупает квартиру в новостройках, в ЖК. Вот у тебя есть выбор, например, трех видов трехкомнатных квартир. Ну и все. Ну ты можешь там что-то перепланировать, ну и все. А когда доходит дело до дома, то каждый становится сам себе архитектор. Это, на мой взгляд, бич, бич этого общества. Потом они не могут никогда вернуть свои деньги. Почему? Потому что когда этот проект построен только для себя, только индивидуально, и все остальное становится неликвидным. Почему? Потому что пойди-ка ты, найди таких. Но давай вернемся к одному очень важному моменту. Все-таки жить в своем доме или не жить. Давай вначале разберем, жить или не жить, а потом уже на втором этапе строить или не строить. И тоже аргументы тут приведем. Давай, зажить или не жить. Вот ты говоришь «за». Что меня должно туда тянуть, вот в загородный дом? Сереж, это вот парадокс, как ни странно. Потому что у меня эволюция, она длинная. После того, как я это родовое гнездо свое строил, а потом продал, 4 года продавал, да. В итоге я переехал потом в арендный дом, в загородный дом, в поселке Переделкино. Это такой городок писателя, замечательное место. Мне там очень нравилось. Уехал я оттуда по семейным обстоятельствам, у меня развод случился. Мне просто эта вот здоровая махина, она перестала быть нужной. Я в квартиру переехал. Сейчас я обязательно вернусь рано или поздно в загородный дом. И у меня там десяток аргументов. Перечислю самые основные, почему мне вот туда тянет. Строить я уже не хочу, но жить я обязательно буду как бы вот в доме. Во-первых, мне кажется, что дом, если у меня такая паранойя, он вроде как безопаснее. Я жил какое-то время на 22 этаже, и я понимаю, что если там что-то загорится, вот у меня бзик такой есть, я там не спасусь. В доме я вот иногда там, сейчас мы живем на третьем этаже, я супруге говорю, слушай, ну в случае чего мы выпрыгнем из дома и как-то там ноги переломаем, но спасемся, пожар или еще что-то, не дай бог. Второй момент, это кислород. Это, ну понятно, что если я там в загородном доме в лесу живу, это совершенно другой уровень воздуха даже в пределах вот Подмосковье, Московской области. Третий момент, шум. Вот я взял, не поленился, купил себе шумомеру. У меня есть вот такой бзик там, все посмотреть, померить. Я сначала жил какое-то время недалеко от дороги, и замерял там уровень шума в децибелах. Не дороги, а шоссе тут надо. Шоссе, да. Вот, соответственно, замерял уровень шума в децибелах, у меня получилось, что когда я рядом с окном стою, у меня 70 децибел, до 70 доходит. Для сравнения, шум сегодня внутри метрополитена 80 децибел. Внутри, когда вы замеряете уже в погоне метро. То есть я всегда говорю людям, которые покупают жилые комплексы, у шоссе, это вот, ребят, задумайтесь, 80 на 70. Так. И у меня была там такая вот дилемма. Соответственно, у меня выбор либо гипоксия, то есть закрытые окна и шума не слышно. Вроде пластик защищает. Либо я открываю эти окна, хочется подышать, но тогда стресс, потому что шум просто постоянно на тебя давит, сутками и ночью тоже. Либо второй вариант. Лето, да, допустим, у тебя выбор какой? Закрытые окна плюс кондей, и ты простужаешься. Либо второй вариант, это опять окна открыл, но шум. Еще раз, окна закрытые, это не приток воздуха свежего кондей, гоняет воздух внутри пространства. Он не меняет. То есть, короче говоря, все люди, которые живут рядом с дорогой, это потенциально вот эти вот ребята с гипоксией. Сейчас я переехал, как бы немножко другое место, у меня окна выходят из квартиры на лес, шум там до 40 децибел, и я кайфую. То есть я говорю, блин, как же здорово. И получается, что вот в моей локации единственные люди, у которых окна на лес выходят, у них более-менее ок. Все остальные, вот три четверти вот этого жилого комплекса, они живут, ну я не знаю, это бедолаги. Хотя квартира по 15-20 миллионов. Ну вот я тебе скажу, что вот мы берем, например, тоже Новую Ригу. Вот ее слышно с километра. Ее слышно, как она вот шоссе гудит с километра. С километра. Это скоростное шоссе, трасса. И она орет даже ночью. Ну какое там уединение? Поэтому, смотрите, очень просто. Покупайте за тысячу рублей там на Алиэкспрессе или еще где-то этот шумомер и просто с ним катайтесь. Воздух вторичен, шум гораздо важнее. И третий аргумент, соответственно, у меня это дом, это место для встреч. Потому что вот я сейчас себя поймал на мысль, когда я в квартире живу, она у меня хотя просторная, все равно вот количество гостей, приезжающих ко мне вот туда, оно резко сократилось. Это и родственники, друзья, и еще что. А когда у меня был загородный дом, это шашлыки каждую неделю. То друзья приедут, то родственники, то дальние родственники, то дети, племянники и так далее. В 18 лет ровно столько мы набивали шишки, наступали на грабли и изучали все ловушки на пути к успешному бизнесу в сфере недвижимости. С нами ты получишь все знания и техники уже готовыми. И не только знания. Мы дадим тебе команду экспертов. Ты не будешь тратить годы, чтобы собрать их. Береги свое время. Сделай шаг к успеху сейчас. Заполни анкету, и мы вместе сделаем твой бизнес успешным. Высоцкий эстейт. С нами путь к успешному бизнесу в недвижимости. Короче. Так, теперь я оденусь. Видишь, я в коричневом сегодня пришел. У меня контраргументы в стиле, сам понимаешь, цвета. Поэтому погнали. Итак, первое. По поводу безопасности. Значит, оставьте как-нибудь свою супругу, которая мечтает о доме, чтобы ее дети бегали с голыми писечками по участку зеленому. Оставьте ее на ночь переночевать в этом доме. Она вам позвонит раз в 20 и скажет. Что это вообще? Мне кажется, в кустах кто-то шевельнулся. И так далее. Это по поводу безопасности. Особенно, если ваш дом еще крайний. К лесу, потому что вы хотели с видом на лес. Это первое. Второе. По поводу шумомера. Шумомера. Есть такой парень, сосед с газонокосилкой. Это прекрасный человек, который вы проснулись в выходные. Я никогда не забуду. Вот приезжаешь. Вот ощущение ко всем. Приезжаешь в эти дачные поселки. И там вот это. И хочется просто вот выйти и вначале убить газонокосильщика. Потом закопать его и все остальное. Так это прошу момент. Значит, по безопасности. Про содержание. Содержание особенно интересно, ребят, не считать летом. Как один человек мне сказал, когда-то мы привезли друга поддержанную BMW в автосервис. И он сказал, летом из Запорожья машины зашибись. Вы где этот кусок говна взяли? Вот примерно то же самое про наши дома. Летом все зашибись. Травки, смородинка. Все хорошо. Все замечает. Ребята, наступает октябрь месяц в наших широтах. Мы не говорим сейчас про Краснодарский край. Где еще до ноября будет вообще здорово и замечательно. Мы не говорим про Сочи. Мы не говорим про Анталию. Мы говорим сейчас просто про Подмосковье. Или просто под Свердловскую область, Ленинградскую область. И у нас наступает пора прекрасных туманов, слякоти. И у вас весь участок превращается в жижу. Потом жижа замерзает. Он превращается в снежную кучу. Потом, соответственно, тает обратно жижа. И вот в этой жиже вы живете добрых 6 месяцев. Вы не можете пользоваться земельным участком. Все равно, какого он у вас размера. Потому что вы просто наблюдаете, как эта жижа превратится в снег и обратно. При этом, опять же, чтобы выйти даже из дома, вам придется лопаткой докопаться до гаража, например. У меня был такой фитнес по 3 часа в день. Важимал одежду, да. А вот вы такой весь из себя элегантный менеджер среднего звена, который позволил себе с женой купить дом в ипотеку. Сейчас дает субсидированную тоже ставку. Льготные ставки на покупку дома. И вот у вас двое маленьких детишек. Сейчас до детишек еще дойдем. Прожить в загородном доме. И вот тут-то мы с вами доходим до того, что вам надо встать на час пораньше, чтобы откопаться. Хорошо. Вы решили жить в небольшом поселке, где оказывается, что трактор тоже стоит дорого. Поэтому лучше жить тогда в большом поселке. И вот теперь вы, ребята, и полюбите те самые муравейники, которым вы ненавидите. Где эксплуатационные расходы на такую толпу. Они минимальные. И ты выходишь уже в 8 утра, а у тебя уже лед отбивает дворник, управляющий компанией. Сережа, а компромиссы-то есть? Если хочется и загородный дом, и... Сейчас могу сказать так. Были попытки сделать компромиссное решение у нескольких застройщиков. Я проводил исследования по заказу одной строительной компании. Я могу назвать ими, под неразглашением нахожусь. Но я проводил исследования так называемых гибридных поселков. Где вы можете жить и в квартире, и загородном одновременно. И, соответственно, таких у нас в поселках построено несколько. Но все они, так или иначе, не очень хорошо выглядят. Почему? Потому что оттуда большая часть людей все равно сбегает. Не хватает чего? Ребят, не хватает, в первую очередь, городской инфраструктуры. Ну вот хочется вам выпить чашечку хорошего латте. Ну вот хочется вам съесть что-то вкусненькое. А у вас вокруг одни магазины дикси. Ну вот хочется вам, соответственно, для ребенка сделать, выбрать из нескольких студий, где он будет заниматься, например, хоровым пением или танцем. А этого не дано. Соответственно. Ну и, конечно же, возить в школу и в сады. Потому что у вас остается выбор. Либо в очень плохую какую-нибудь областную школу. Бывает такое. Либо, соответственно, в платную. И поэтому люди не тянут и возвращаются назад. Поэтому, ребята, при сегодняшней инфраструктуре жить за городом с детьми школьного возраста нереально. Более того, если вы рассчитывали, что вы туда будете приезжать на машине, соответственно, ваша супруга будет ездить на машине, то вот, например, если у вас, как у меня, у няни нет прав, она водить не умеет, как она туда будет добираться? Вы будете встречать. Следующий очень важный нюанс. Например, вашему ребенку 14 лет, а надо ехать на какие-нибудь доп. занятия, на соревнования, еще чего-то. Все, вырубились. Довези меня, встреть меня, отвези меня, обратно все остальное. То есть, если вы думаете, что с годами эти проблемы исчезают, нет. Более того, в этих поселках очень часто бывает так, что из-за того, что сверстники все все равно переезжают в город, то, особенно в загородных поселках, детям делать нечего вообще. То есть, они вешаются, тоска зеленая и так далее. И, конечно же, они начинают нудеть родителям, что я сейчас сойду здесь с ума, вы лишили меня всего. Вот когда мне говорят, что я лишил социализации своих детей, когда перевел их в онлайн. Нет, ребята, социализации своих детей вы решаете тогда, когда вы их затаскиваете в коттеджные поселки. Там просто тоска зеленая, там никого нет. И часто вы гуляете между заборов. Это еще мое любимое. Люди хотят гулять на природе, а гуляют между трехметровых заборов из профнастила. Вообще у тебя замечательный вид вообще на все, на озеро, на все. Ты идешь просто, у тебя цвета забор коричневого, цвета здесь зеленого. Ты идешь между заборами профнастила. Сейчас на фотографиях вот покажем. Как-то все мило и замечательно и так далее. Поэтому что получается? Картинка красивая, а реализация наших поселков, ну, какое-то говно лютое. Сейчас пытаются опять застройщики делать хоть что-то гибридное. Есть несколько жилых комплексов, где вот ты можешь купить квартиру, но находишь ты загородной резиденции, скажем. А сколько там этажей? Двух-трехэтажные, там до четырех этажей, не больше. А вот это я бы такое посмотрел бы, интересно. Вот это, кстати, по тому направлению, где ты сейчас живешь, один из таких проектов устроится. Давай про стройку. Вернемся теперь к стройке. Но теперь во всем этом деле я сейчас скажу самую главную мысль. Если вы взялись строить какой-то дом, его надо строить так, чтобы вы его могли вот так продать. То есть строите дом на продажу. И эта мысль, она очень тяжело растворится. Вот представь, я пришел бы твоему папе, а я знаком с папой Анара, и соответственно пришел бы и сказал, ну все, строим дом на продажу, что бы мне сказал. Да пошел ты. Я сам все знаю. У меня тогда вопрос такой, вот как ты думаешь, почему люди в стройку-то втягиваются? Вот в чем причина? Потому что у меня тогда есть свой ответ, а вот мне интересно твое мнение. Моя причина такая. В вечном страдании перфекционизма и нежелания ударить себе по рукам и сказать стоп. Вот стоп и все. Вот когда ты ударил себя по рукам стоп, ты вытащил обратно все деньги, а некоторые не вытаскивают. Потому что основная проблема заключается в том, что как раз вот давай и это, и вот это хочется, и вот это. Ребята, вот вы берете ходовой проект. Вот вы приходите к таким экспертом, как у меня работают люди, которые продают целыми днями эти дома. И спрашиваете, а что можно построить такое, что в случае чего я это легко скину, продам. Не понравится мне жить в доме, продам. Надо бы переехать в другой город, продам. Соответственно, или хорошо сдам в аренду. Вот именно вот это вот. И я сейчас вот картинки покажу. Вот что хотят люди. И где здесь большие площади. И зачем здесь большой участок. Вот мое мнение у нас, то что у нас было, у нас по-моему это эго. То есть то, что я вижу, это вот желание. Все думают, что я сейчас сэкономлю, построю, еще что-то. А по-моему это вот именно эго. Почему? Потому что вот это вот такой, да я сам строитель, да я это, да я то, да я лучше знаю, да я... Ну, эго, гордыня, называйте там вот как хотите. По-моему это вот оно. У нас так было. По крайней мере я не знаю, как у остальных там, почему они влезают в строительство этих родовых гнезд. Вот. Ну, не знаю, как с этим бороться. Мне кажется, в тот момент, если ты там лет 15 назад к нам пришел бы с этими всеми мыслями, ну, послали бы в лучшем случае сказать, ну тебя по-моему пошли бы... А потому что самая важная большая проблема, это в том, что когда ты начинаешь строить, ты хочешь массу индивидуализма, а индивидуализм не ликвиден. Понимаешь, какая ситуация? Все приходят и, например, купят квартиру новостройки и давай переделать планировку застройщиков, не думая о том, что застройщик вот только в одном этом стояке, вот сколько у тебя там, 20 этажей, он 20 квартир продал, а на самом деле таких, как твоя, продал 100. Значит, он знал, что будет хорошо продаваться вот 100 таких квартир. А когда ты построил свой индивидуальный, вот извини, но в наш любой коттеджный поселок можно зайти и взять только надо с собой рвотный пакет, знаешь, в самолетах выдают. Так у них логика-то есть. Они говорят, это имение, и мы в этом имении планируем жить сначала вот семья, условно говоря, папа, мама, ну, мои родители, потом дети, и потом их внуки, и правнуки, и так далее. Они так рассуждают, говорят, так мы сделаем все под себя, и у нас будет там вот этот замок шотландский. И второе самое важное, я не хочу, чтобы на мне нажились какие-то барыги. Они же строили, они же на мне нажились, идея-то еще в этом, я же сэкономлю. Только теперь самый важный момент. Вот представь себе, человек работает где-то каким-нибудь программистом. Да, вот давай, распространенная ночь специальность, программист. Ну, во-первых, ты на это не учился, этот раз. Во-вторых, ладно, даже если ты учился в инженерном вузе, ты считаешь себя великим инженером инженерии всякой, то, соответственно, в доме очень много каких-то решений стандартных, качественных. Чтобы тебе все это участие придется отсмотреть, вот примерно, чтобы ты понимал, я отсматриваю в год, наверное, 20 или 30 видеоэкспертов, где я слушаю, какие нюансы есть у дома. Это, кстати, ты, между прочим, в неправильно построенном доме гипоксию можешь хватануть еще поболее. Если ты неправильно предусмотришь в нем вентиляцию. У него есть должна быть естественная вентиляция. Есть канал известного Сергея Петруши, Стройхлам, Велком, я всем рекомендую всегда. Идите, смотрите, там все разобрано как часы. То есть тебе нужно найти еще столько же часов, сколько ты тратишь на рабочее время, чтобы стать строителем. А, и на минуточку, напомни-ка, в каком вузе ты учился? МГСУ, строительный. Ну, строительный, напомни, какого папа была специальность? Ну, папа у меня в МАИ учился, он этот инженер под космическим... А компания на тот момент какая была? А, компания у него тоже строительная. Строительная была. Два, значит, человека строителя, в итоге они вот дом настроили. Это еще более-менее хорошо, потому что они ушли без убытков. А многие берут проект, скачивают подешевле в интернете и давай там что-то в нем... Так это тоже мы скачали и потом он дорисовал. Вот, поэтому, ребят, вот давайте без интернета и так далее. Теперь самое важное. Время, время. Оценивайте всегда свое время. И самое главное, оценивайте риски того, что вы затеете какую-нибудь стройку и что-нибудь там не рассчитаете. И просто вот классика жанра. В 50% российских домов ты приходишь и говоришь, а что у вас с третьим этажом? Да мы его даже не отделали. А зачем вы его строили? Да мы даже не знаем. Мы туда не ходим. Второй этаж. Ребята, а вот второй... Да вот... А что это такое у вас вот здесь? Ну, вы знаете, у нас ребенок был маленький. Пару раз он спизданулся с лестницы. Он умудрился между болезнями пролезть и чуть не упал. И мы вот натянули эту сетку. А ребенок уже вырос, а сетка так и висит. И вот там много нюансов. Потому что, ребят, мы когда живем в квартире, мы живем в одной площади, в одной плоскости. В одной плоскости. И на самом деле, я скажу, открою секрет. Двухэтажные дома раньше строили в древности. Потому что в России жили на каменном этаже летом. А на деревянном этаже зимой. Еще раз, вдумайтесь. То есть, все равно семья жила на одном этаже. На одном. Бедные не могли себе позволить такое. Поэтому они могли себе поставить гибрид каменного со срубом. Вот поедете, если в Суздаль, посмотрите, там полно купеческих домов. Это было из экономии. Поэтому, а у нас обязательно два этажа, три башенки и так далее. Сереж, а вот у меня вопрос такой. Ты говоришь, надо строить на продажу. А какие дома продаются? Вот продаются. Вот сейчас современный такой есть стиль Bauhaus. Соответственно, есть стиль фарфер. Вот эти два стиля, они сейчас в моде. И на мой взгляд, они самые главные с обычной скатной крышей. С обычными решениями степовыми. И самое главное, обратите внимание, большая часть этих домов одноэтажные. То есть, вы фактически строите себе хорошую, уютную квартиру на земельном участке. При этом и земельный участок небольшой. Все остальное вам позволяет. При этом, опять же ситуация. Ни в коем случае не стройте баню совместно в доме. Влага будет туда-сюда гулять. Даже боюсь спросить, была ли у вас предусмотрена в доме баня. Отдельно. Отдельно. Слава богу. И, соответственно, ни в коем случае гараж в доме тоже не делаем. Потому что выхлопные газы все пойдут куда? В дом. А, у нас как раз в доме было так. Поэтому делаем отдельно гараж. Отдельно строим баню. И это можно делать поэтапно. Дом строим. Ребят, ну вот смотрите. Самая ходовая площадь сегодня квартир. Квартир полезной площади. Это 130-150 метров. Ну, то есть, дом предельно может быть 200 метровый. А лучше укладываться в те же 150 метров, где у вас полезной площадью будет 120. Там с помогательным помещением, которое в доме просто необходимо. Мы строили 288. Ну, 288 прекрасно. Ничего не продается сейчас, потому что люди такое покупать не хотят. Теперь, опять же, понимаете еще простой вещь, почему удобно иногда купить готовый дом. Сейчас появились какие-то строительные компании небольшие, которые аккредитованы при банках, которые дают ипотеку под покупку в сельской местности. Так зачем вам самому строить, если можно у них пойти и купить практически готовый дом под отделку уже. Под отделку. И не надо ничего морочить себе голову. А у меня вопрос такой. Дерево или камень? О, ты открыл ящик Пандоры. Ты открыл ящик Пандоры. Ты открыл ящик Пандоры. Значит, еще в 2005-2006 году я работал начальником департамента маркетинга и инвестиционной строительной компании. Соответственно, она принадлежала Федерации профсоюзов. И значит, у профсоюзов было на балансе огромное количество бывших пионерских лагерей, которые можно было там хибары сносить и строить коттеджные поселки. И в 2007 году по поручению президенту компании мне нужно было провести исследование, а что строить, клееный брус или каменные дома, то есть с газобетонными блоками, с фасадами отделанными, под штукатурку. Там разные есть варианты, но каменные. Но основа все-таки классика. Значит, мы прикинулись шлангами. Я попросил свою сотрудницу представляться, сотрудница газеты «Московский комсомолец». Прости меня, «Московский комсомолец», мы тобой представлялись. И она стала звонить где-то по 30 или 40 компаниям на тот момент, которые строили дом из бревна, дом из бруса, дом из камни и так далее. А дальше также мы стали звонить коттеджные поселки, строительные компании, застройщики. И они им сказали, ребята, поставьте любой самый красивый клееный брус рядом, поставьте по такому же проекту сделанный каменный дом, 80% купит каменный дом. Потому что, еще раз, дерево считается в психологическом плане более ненадежным материалом. Ниф-ниф, наф-наф, нюф-нюф и так далее. Поэтому, еще раз, покупают каменные дома. А я всегда мечтал о дереве. Что-то ты мне прямо сейчас закинул в голову. Сейчас я вам расскажу, что такое дерево. У нас были партнеры. И, соответственно, они делали вот эти, знаешь, даже не просто, они делали избы. Избы. Это такие, дом из бревна была идея. Именно из бревна. Такое бревно, чтобы было все красиво. А отапливать этот дом вы заколебете, потому что вам нужно идеально положить их, идеально все это заделать, чтобы не сифонило ничего. И это первое. Второе. Дом постоянно живет. Не обращаю внимание, что дерево, это один из самых загадочных материалов, которые имеют там кручение. То есть, вы начали топить его зимой, происходит такой треск. И дерево так скручивает. А скручивал его, знаешь, как ребята говорят? Его скручивал сам в неподходящем месте, где, например, стыкуется дверной косяк. И у тебя дверной косяк бамс и вывалился. Потому что тебя скрутило там, где входили специальные закладки под дверной косяк. Шум будет всегда. То есть, дерево это всегда скрип. Всегда скрип. Всегда. Он будет всегда скрипеть. В общем, я, мне кажется, сейчас открыл ящик Пандора в комментариях. Сейчас мне там накидают. А вот типовые вот эти каркасные дома, это тоже не вариант? Ребят, каркасные дома. Значит, все на канал Сергея Петрушева. Он там разобрал-то все. Значит, смотрите. Первое, каркасный дом, это практически дом, который не перестроить потом. Это первая. Вторая проблема заключается, он писает, что у тебя есть, ты сделал монолит. И у тебя есть перегородки из специальных газобетонных блоков. Разные сейчас есть технологии. И в том числе есть экоэкология. Там и все. Там уже есть все. На межкомнатных перегородок. Ну, представь, вот ты сделал классический монолит. Сделал межкомнатные перегородки. Потом тебе не понравилась планировка. Ты ломаешь весь дом. Или ты берешь, просто выламываешь там комнату, объединяешь там детям. То есть ты перестроить его можешь легко. А когда ты делаешь идиотизм, то вот самое интересное еще то, что каркасники все, они делаются сегодня очень из плохой древесины. То есть каркасник, который вы захотите сделать качественно, будет недешевый. То есть если мы говорим о даунхаусах, есть такая технология сборки каркасных домов, то дом обойдется вам даже в Европе в 300 тысяч евро. Ну и в России его привезти. Можно даунхаус заморочиться и привезти что-нибудь подобное в России. Вы не сэкономите. Слушай, а мы ничего про локацию не говорили. Потому что тут дерево, там не дерево, камень. А это самое забавное про локацию. Вот как я вишенка на торт. Локация. Смотри, на мой взгляд, идеально все-таки дом. Это для тех, кто хочет жить на пенсии. А на мой взгляд, для них нужен не просто дом. А если они такие пенсионеры с деньгами зажиточные, для них нужен гостевой дом в хорошей местности. Типа, вот как я уже говорил, Валдая, Мурома, Плеса. Вот таких исторических местах. А почему не Сочи какой-нибудь там или еще что-то? Потому что там нет сезона круглого. А здесь тебе в Суздале всегда приезжают люди, потому что там есть исторический монастырь, и погулять хочется на выходные. А то, что, да, паломничество, это же круглогодичное все занятие, да. И тогда ты получаешь и бизнес, и занятие себе на пенсии. Вот у тебя есть домик твой, и у тебя есть небольшой гостевой дом на 5-6 номеров. И это все тебе обеспечивает, понимаешь? То есть оно тебя самоокупает, у тебя еще занятия там. Это прекрасное пенсионерство. Вот я вот хочу так пенсионерствовать. То есть когда... А ты не боишься свою семью в долги попустить? Потому что у тебя вот этот весь проект, наверное, миллионов 50 будет стоить или там 70 сколько? Нет, слушай, если с умом строить дом и все остальное, то можно, извини меня, уложиться в бюджет хорошей трехкомнатной квартиры в Москве, там 25 миллионов. В смысле вместе с отелем? Иги. Ну то есть если с мозгами. Если без мозгов-то все, можно сколько угодно. Хорошо, если я не хочу в это играть в отеле, еще что-то. Вот у меня, допустим, коттеджный поселок. Я вот поезжаю, мне там вроде все нравится. Как там выбирать локацию? В коттеджных поселках есть три большие проблемы. Первое. Если вы покупаете локацию около водоема, то вы будете обречены летом на вечный гам, шум, ор и так далее. Потому что любой водоем, где есть еще место для купания, вам конец. Шашлыки, то есть за вашим забором будет все время ор и крик. Второе. Если вы, соответственно, покупаете локацию, опять же, в закрытом коттеджном поселке и пытаетесь там проживать круглогодично, а у вас зимой засыпало дороги так, что вам нужно ехать на альтернативном транспорте в город добираться, вот вторая проблема. Поэтому я всегда рекомендую иметь альтернативный городской транспорт, связь с городом такой. Третье. Опять же, вам нужно еще предусмотреть самые проблемные вещи, когда вы особенно живете с маленьким ребенком в доме. Ребята, вызвать скорую помощь, которая еще разбирается в детях. Я вам расскажу, мне в пансионат в Подмосковье понадобилось в районе Рублевки вызвать скорую помощь, соответственно, в пансионат, где моему ребенку чуть ли не случился отек к венке. И, соответственно, скорая помощь пришла без антигистаминовых. То есть антигистаминовые, слава богу, нашлись в отеле. То есть никто не думает о том, что в определенной местности мог быть неукомплектованный. Поэтому лучше районный центр, лучше рядом, чтобы была больница, лучше рядом, чтобы было муниципальные какие-то образования, где можно ребенка учить, в конце концов, школу. И лучше, если у вас будет там городской транспорт. То есть вы всегда поедете, доедете, до вас может добраться. Поэтому коттеджные поселки очень часто где-то вот так петляя, петляя, петляя и так далее, вы скорую замучитесь ждать. Она вас по навигатору будет искать, хрен знает сколько. Поэтому здесь лучше вот именно такие поселения. А вот все-таки у нас все равно мечты из детства. Это лес, там речка рядом, деревенский домик, там огородик. А если деревенский дом смотреть под это дело, ты бы там что посоветовал? Я сейчас как раз в эту сторону копаю, я дом купил, как раз в деревне. Правда рядом с областным центром, скоро едет 5 минут 10. Ну все как ты вот говоришь, у меня там все это есть. Хорошо. Я на тобой отдельную программу делаю. Если я бы решил строиться или арендовать, или наоборот купить готовый домик в деревне. Ребят, вообще самое лучшее начать с аренды. То есть если никогда не жили в доме, начать надо с аренды. Вот что нам говорит господин Бабаев? Он уже арендовал дом много лет, он уже знает, что его ждет и что нет. А многие не знают, что их ждет. Ну не знают они, что их ждет. Например, вы не знаете, что вас ждет и не умеете пользоваться котлом. Ну то котел отопления. У вас что-то с ним случилось. И вы бегаете вокруг него, простите меня, как мудак. То есть вы просто бегаете и не знаете, что. Что делать-то? Что-то у меня не топит. На улице минус 20. А что делать? А котел вырубился. А в этот момент, когда особенно минусовая температура, котлы вырубились и еще у 20 человек в вашей местности. А это значит, что даже если вы позвоните туда и скажете, ребята, у нас тут вот котел отопления что-то случилось с ним, с газовым котлом, что-то не то, все пошло не так и так далее. Они скажут, ну извините, ждите до вечера. И вот вы сидите, у вас начинает температура падать, еще что-то. Нет, альтернативная какая-то система не предусмотрена и так далее. То есть это вот масса всего. Электричество вырубилось в каждый дом, в каждый частный дом. Я приезжаю, мне говорят, ну вот смотрите, у нас здесь есть автоматическая система запуска дизель-гипетов. Генератора. И вы начинаете осознавать, что это не городская инфраструктура, это не городские сети. Это может быть где-то трансформаторы, которые давно уже перепроданы настолько, что нагрузки на них больше, чем положено. Вас просто вырубают всем поселкам. Я много такое наблюдал. И у вас нет горячей воды. И у вас нет еды. Потому что холодильник у вас начинает размораживаться. И все остальное. А в городе эти проблемы решены. А в муравейнике они решены еще лучше. Поэтому, ребят, вот вам история про муравейники. Все равно не убедил. Я все равно в деревенский дом сейчас в мае поеду. Поживу там. И потом поделюсь у тебя вот на канале. Расскажу, как в деревенском доме уже живется. Ну, соответственно, я, если хотите, сделаю рубрику про бабло выездную. Поеду вот с камерой к Бабайкину туда. И буду смотреть, как он осваивает деревенский дом. Вот это вот забавная история. На мой взгляд, получился достаточно насыщенный выпуск. Я тебя не убедил, да? То есть, или убедил хотя бы не строить. Нет, то, что я не строить, я это еще понял там в 2011 году. Строить я больше никогда не буду. Ну, по крайней мере, сейчас я вот себе зуб даю, что все, нет. Либо ни в коем случае. То есть, ну, жить хочется все равно в загородном доме. Да, именно так. Хорошо. Ну, вот такая у нас программа. Давайте в комментариях все-таки голосуем. Первое. Дерево или кирпич. И там камень. Это сейчас у вас взорвется. И второе, конечно, строить или покупать готовый. Я надеюсь, был выпуск полезный. Спасибо, что пришел ко мне в подкаст. Спасибо, Сереж. Спасибо, что позвал. Надеюсь, дать выпуск был полезным. Ждите новых анонсов, фоточек из деревенского дома. Всем пока. Пока.